Привет, друзья! С вами канал Пятница 7 и я Ольга. Бывает так, что нужно закрыть трубу по разным причинам. То ли это труба старой канализации, край дренажной трубы или любая другая труба. А нужного размера заглушки нет. Для начала одену на край трубы пару обычных канцелярских резинок. У вас это могут быть резинки, нарезанные с камеры велосипеда или любые другие подходящие резиновые кольца. И одеваю на край трубы обрезанную пластиковую бутылку, вернее дно бутылки. Высота обрезанной бутылки где-то сантиметров 10, в моем случае. У вас это может быть любая другая удобная высота. Возьму строительный фен. Поставлю значение мощности горячего воздуха на единицу. На моем фене это значение равно 300 градусам. И начинаю обдувать край бутылки. Обдувать пластик бутылки нужно сначала по краю и стараться обдувать край бутылки как можно более равномерно. Потом постепенно обдуваем все ближе к дну бутылки. Термоусадка бутылки заставляет пластик очень плотно прилегать к трубе и точно облегает резиновые кольца. Так, что выпуклый рисунок из резиновых колец вырисовывается на пластике. Не прошло и трех минут, как пластик бутылки полностью ужался на трубе под действием термоусадки. И сжатие пластика остановилось. Пластик очень крепко сидит на трубе за счет резиновых колец. Они не позволяют скользить пластику по трубе. А также резиновые кольца придают герметичность такому соединению. Чтобы проверить герметичность соединения, нальем в трубу воду. Подпишись на наш канал и нажми колокольчик под видео. И что мы видим? Соединение сохраняет герметичность. Получается, что такое соединение надежно удерживает воду. Давайте проверим натечь воды с помощью бумажного полотенца. Полотенце полностью сухое, что и подтверждает герметичность такого соединения. На самом деле вода не дошла и до первой резинки. Так что если будет нужно использовать трубу как емкость для воды, такой способ вполне сгодится. Приходит мысль, что эту конструкцию, которая у меня получилась, можно использовать и по-другому. Как стакан-органайзер для всяких предметов. За счет ножек бутылки труба устойчиво стоит вертикально. И вполне годится для такого использования. Если нужно плотно закрыть банку, а крышки подходящей нет, тогда можно сделать вот что. Я возьму обычную стеклянную полулитровую банку и верхнюю часть от пластиковой бутылки. На горлышко банки одену пару обычных канцелярских резинок. Одну ниже резьбы на горлышко банки, а другую прямо на резьбу. Вот так. Теперь одеваю верхнюю часть бутылки на банку так, как показываю в видео. И с помощью строительного фена аккуратно задуваю край бутылки. Кстати, фен выставляю на температурный режим 300 градусов. Нужно стараться пластик бутылки задувать равномерно, начиная с края среза пластиковой бутылки. Горячий воздух уплотняет бутылку вокруг горлышка банки. У нас получилась удобная банка с закручивающейся крышкой. Да, действительно, колпак из пластиковой бутылки очень плотно и надежно сидит на банке. Пожалуй, такую банку можно использовать для хранения сыпучих и жидких веществ, в том числе и пищевых продуктов. Чтобы было меньше споров, сейчас я проверю на герметичность это соединение. Через лейку наливаю в банку воды. Достаточное количество. Закрываю крышкой банку. И стараюсь вытрусить воду, чтобы она просочилась через соединение. Нигде не капает. Любую течь лучше всего проверять с помощью туалетной бумаги или бумажного полотенца. Вытираю банку по шву пластиковой бутылки. Абсолютно сухо. Ни капли воды. У меня в наличии имеется несколько вот таких небольших баночек из-под корма для котов. Эти банки алюминиевые. То есть, служить в быту такая банка будет очень долго. С помощью ее сейчас сделаем самоделку, которая пригодится многим. Снимаю этикетку с банки и одеваю на банку обычную канцелярскую резинку. Вот так. Одеваю верхнюю часть бутылки на банку, чтобы примерить. И обрезаю лишний пластик бутылки. Не забудь поставить лайк и подписаться. Готово! Теперь осталось задуть пластик бутылки строительным феном, чтобы он плотно облегал банку. Вот такая емкость получилась. В нее можно засыпать, например, соль и взять с собой в походные условия. Соль не отсыреет благодаря герметичности этой упаковки. Бутылка очень плотно прижата к банке. У влаги нет шансов. Да, этот способ подойдет для любой стеклянной или металлической банки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приглашайте друзей, жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить наши выпуски. Пластиковые бутылки из подрастительного масла можно переработать и сделать очень удобную и нужную самоделку. Для начала сниму с бутылки этикетку. На самом деле, такие бутылки в каждой семье выбрасываются в большом количестве, хотя это отличный материал для нужных и бесплатных самоделок. У меня литровая бутылка из подрастительного масла. Сейчас нужно будет ее разрезать. Да, масло внутри бутылки вымыть не так просто. Я капнула в бутылку средства для мытья посуды, добавила немного в нее воды и прополоскала этим раствором. Потом прополоснула чистой водой и все. Разрежу бутылку где-то на этом уровне. Правда, вы можете разрезать и выше. Это уже как вам нужно будет. Далее в видео вы поймете, о чем я говорю. Верхнюю часть от бутылки отложу для другой самоделки. Беру квадратную стеклянную бутылку емкостью 500 мл. И на нижнюю часть бутылки одеваю отрезанное дно пластиковой бутылки. Лучше брать стеклянную бутылку трапециевидной формы с расширением кверху. Сейчас поймете почему. Теперь возьму строительный фен с температурой нагрева воздуха 300 градусов и начну обдувать бутылку. Пластик бутылки плотно ложится на стеклянную бутылку и приобретает квадратную форму, что нам и требуется. Дно пластиковой бутылки тоже послушно ложится на стеклянную бутылку и становится относительно ровным. Пока пластик на дне бутылки горячий, я прижимаю дно бутылки к столу, чтобы пластик лег более ровно. Вот такое ровненькое дно получается. Поставлю бутылку остывать. Для того, чтобы снять пластиковый стакан с бутылки, я воспользуюсь металлической линейкой. У вас это может быть любой другой подходящий предмет. Нужно линейку загнать под пластик, чтобы он немного отошел от бутылки. Если будете использовать нож, то работайте аккуратно, чтобы не разрезать пластик. Теперь снимаю пластиковый стакан. Вот такая заготовка у нас получилась. На бутылке есть следы растительного масла. Если будете использовать квадратный пластиковый стакан для декоративных поделок, то его нужно будет хорошенько вымыть от масла. От прошлых самоделок у меня остался вот такой отрезок синей пластиковой бутылки. Отрезаю от нее кусок нужного размера. Вот этот кусочек подойдет. А размер нам нужен 4 сантиметра. У меня как раз завалялся отрезок трубы диаметром 4 сантиметра. Ставлю трубу на пластик и отмечаю окружность. Вы это можете сделать и циркулем. Теперь вырезаю этот кружок диаметром 4 сантиметра. Вот такой пластиковый диск получился. Шуруповерт со ступенчатым сверлом на 20 мм поможет просверлить отверстие вне пластикового стакана. Отверстие нужно будет как раз диаметром 20 мм. Вот такое аккуратное отверстие у нас получилось. В этот стакан осталось поместить диск, который я вырезала из пластиковой бутылки. Вот так. Теперь можно этот стакан использовать для выращивания рассады. Такой квадратный стакан из пластиковой бутылки позволяет более компактно выращивать рассаду, чем круглый. Для того, чтобы вынуть рассаду с землей из стакана, нужно нажать на отверстие вне стакана и диском вытолкнуть из стакана землю с рассадой. Если взять пластиковый стакан покупной, то, ну я даже не знаю, как тут можно вытолкнуть рассаду. По центру дна имеется острие, которое при нажатии на дно стакана накалывает палец. Нажимать просто невозможно. И еще за вот это нужно платить? Чушь какая-то! Подписывайся на наш канал, жми на колокольчик и выбирай все. Все, до новых встреч! Пока-пока!